Девочка-пай Стартуем с места привала в Замариинском. Место вполне приличное. Я думаю, можно тут остановиться на привал. Хорошее место. Хорошее. Так. Ну что, поехали. Продолжаем движение по маршруту Иркутск. Москва. Третий день. Седьмая серия. Автомобиль Шкода Фабия. Базовая комплектация. На следующем повороте поверните оправа. Механическая коробка пятиступенчатая. Зимняя шикованная резина. Продолжайте путь более чем 100 километров. Зимняя шикованная резина. Автомобиль ведет себя. Нормальный средний расход бензина составляет 5 литров на 100 километров. Управление очень легкое. Рулевая колонка мягкая. Правца М53, Р-255. В общем, с дорогами, с названиями нужно разбираться. Потому что на навигаторе показывает, пишет, что это Р-255. На счетах указано М53. Вчера разговаривал с ГИБДДшником. Он сказал, что М53 до того уже нет. Что ее переименовали Р-255. Насколько это так, судить не берусь. Как говорится, за что купил, за то и продает. Полотно дороги разное. Местами хорошее, местами не очень. Температура за бортом минус 4. Местами метет позелка. Небо слегка закрыто облаками. Солнце взошло. Светит. Слева. Сзади. Неровно в спину. Неровно вбок. А вот полуглом. Впереди у нас город Чебоксары. Ну, Чебоксары. Кемерово. Впереди город Кемерово. Ориентир на навигаторе на Восибирск. Но на заправке, за это заправляться, навигатор перестроен. Автомобиль оборудован следующими приборами. Радар-детектор. Белтроник. Радиус приема сигнала порядка 5 километров. То есть, запреждают об излучении на расстоянии до 50 километров. Это вполне достаточно, чтобы принять какие-то замеры, услышать работающий радар и так далее. Видеорегистратор Акинория. О нем я много говорил. Диктофон, на который пишу свой комментарий на трассе. Радиостанция Алан-42. Радиус есть, или, да, порядка 3 километров. Но этого вполне достаточно на трассе. При больших радиусах нужно запутаться просто. Так, моечок, который презрационирует меня в интернете, на сайте, где мои показывает направление движения. Скорость и координаты, где я нахожусь. Так, электронная сигарета. Также еще второй метеорегистратор установлен в салоне автомобиля. Что-то пропустил. А, навигатор. Навигатор Эксплей. Восстановлено две системы. Навител и Айго. Айго, как же это называется, обновление в последнее. Айго Праг. Обновление 2015 года. То есть, прошлого года. Ну вот, на участке от Иркутска до Амариинска, несколько раз навигатор показывал, что я двигаюсь через поля, леса, реки, моря. Вообще, по бездорожью. Хотя, движение было по трассе. М-53, Р-255, как вы видите, называете. Участок дороги, по всей вероятности, стали в прошлом году. Потому что весной прошлого года я проезжал эти места. А, значит, дорога шла, ну как, не по... Вообще, по бездорожью была. Объезжали, прыгали по дороге, так, по обочине, по там, по стороне. Но, видать, вот это изменение на карту не внесли. Информация об инфраструктуре на этом участке. Достаточно развита. Мы с нами... Ну, вернее, есть участки, где до 40-50 километров нет заправок, нет мест для стоянки, для ночевки. То есть нет ни кофе, ни модели, ничего. А в основном структура развита. Достаточное количество всего вышедроечисленного. И газовые заправки, и бензиновые. Много вдоль трассы... Ну, как много? Вот вчера, например, в конце дня. Ну, где-то от Краснодара, и ближе к Мариинску, на дороге продают ягоды, соленья, варенья, маринады, мед, изделия вот из дерева, изделия лубяные лубяны, или как и корзиночки. Ну, разная такая фигня ручного производства. Шкуры диких животных, чучела, волковых медведей, вниз, белок, птиц разных. Ну и прочее. То есть, не в том пышном рассвете, продаже, как вот, в теплое время, но уже все это присутствует, все это не есть. Такимирова примерно 150 километров. В данный момент полотно дороги хорошее. Хотел бы сделать такое небольшое предупреждение. Как вы видите, вроде бы обочина широкая. Можно на нее заехать, остановиться. Но это обманчивое впечатление. Иградский голубочник умирал. Он просто сравнял обочину с тем вот рыковым или обвалом, который за обочиной. несколько случаев наблюдал, но не в этом году, когда большегрузы в виде широкую обочину защищали на нее и переворачивались, потому что шел резкий обрез и снег как бы коммуфировал, что ли, прятал то, что там то, что там как сказать, яму с ямом. В общем, будьте очень внимательны с этой обочины. Канал радиостанции 15-й. на нем общаются водители большегрузов, дальнодойщики. На этом же канале скорость на трассе выезжаю самую экономичную, это 80-90, не более. плюс ко всему резина на автомобиле проблемная. Заднее правое колесо спускает крыжа на переднем правом колесе. Рассмотрел только сегодня повреждение горда. То есть движение должно быть максимально осторожным. до Кемерово немного больше 100 километров. движение слабоинтенсивное. Ну, надо понять, каждые дни люди отдыхают. Забыл сказать про место ночевок ночевки привала. Вчера ужинал зацветом кафе в этом мотеле. Качество хорошее еды, достаточно вкусное. Взял банты три штуки со сметаной, печенку, жареную печень с гарниром картофеля и стакан компота. Все это обошлось в 180 рублей. Ну, я говорю, съел все без остатка, то есть достаточно вкусно. Ну, и ночью не мучило изжога. Обычно после приема пищи на ночь на дорожках кафе не начиналось изжога, поэтому я от этого отказался. А вчера ради эксперимента это сделано. Надеюсь, информация будет полезная для тех, кто отправляется дальше поездку, для автотуристов, автопутешественников. Это может пригодиться. отправляться в путешествии на автомобиле, например, Шкода Фапия, но я бы не стал рекомендовать одного переночевать в автомобиле довольно нормально, но я привык к спартанскому образу жизни. Мне не очень нравится этот лишний комфорт, который присущ дома, в квартире. Хотя я не противник комфорта, но в дороге вполне похожий стол в тем, что есть. То есть в автомобиле чувствую себя вполне комфортно, когда ночую один. Вдвоем в автомобиле будет проблематично переночевать, просто мало места. Для автотуристов, автопутешественников нужна машина побольше. Джипы, минивены, что-то такое семейное. вот как показала трасса, что очень много красивых мест в России. не гнать, как можно быстрее куда доехать, но вот именно проехать немного, остановиться, осмотреть место, полюбоваться природой, потому что тут невероятно красиво в лето, когда все древни распускаются, когда трава, грабли, сутаны, грибы, ягоды, все, что хочешь. То есть получать удовольствие и отдых от самой поездки, не превращать поездку как в какую-то зутую необходимость, а вот именно проехать 200-200 километров, выбрать местечко, остановиться может быть на час, на два, может быть на сутки и двигаться дальше. Я бы уже говорил, по-моему, в первой серии рекомендовал бы мужчинам проехать Россию с севера на юг, с востока на запад и на дорог. Посмотреть своими глазами на Россию матушку. При умеренной поездке, например, до Владивостока, это порядка 9500 километров, у вас то, что идти без половины недели. Это при условии, что там проехали, 200-300 километров остановились, где-то там отдохнули на природе не спеша. туда две недели, скажем так, в одну сторону, три недели, в другую. впечатление у вас останется неисходимых на всю жизнь. Это я говорю только о трассе, если не свещать ее и не углубляться в сторону, не углубляться в сторону от дороги. Это только о трассе. А так можно месяцами по России колесить, можно уехать на все лето два-три месяца, проехать по Алтаю, проехать по Якутии. Кстати, дорога до Якутска, вы знаете, информации в интернете очень много, что нам не проехать, там даже танки не пройдут, все это чепуха, ребята. Дорога до Якутска от трассы Амур, плена М-58, может опять, может ее тоже переименовали, не знаю. Довольно-таки приемлемая. 1200 километров, из них где-то процентов 10. Дорога просто супер хорошая, гладкая, ровная, с этими маркировкой, с отбойниками, проходят по красивейшим живописным местам. Километров 1000 процентов 89, что ли, так я бы сказал. Дорога проходит обременно по щебенка по асфальт. Но ведутся интенсивно строительные дорожные работы. Я был в прошлом году, в 15-м году, в конце весны. да, в красные весны. Ну, есть такое видео у меня Хабаровск, Якутск, называется. Можете посмотреть. Дорога до Якутска вполне сложная. Но там есть места, конечно, где там может быть километр-два вот такой протяженностью, где идут интенсивные работы. Там надо очень осторожно проезжать. колейность. Но я думаю, строители этот момент уже давно устранили. То есть проехать до Якутска вы сможете. А вот попасть в Якутск отъезжая без тега не получится в межсезонье, то есть когда нет навигации. По зимнику проехать можно в сторону Якутска, там недалеко, километра, наверное, полтора, может, километр по Лени на леднику проехать. А летом на пароме можно приправиться. А в межсезонье к сожалению проехать туда попасть в сам город Якутск не получится. Автомобиль придется оставлять в нижнем птихе. Переправа в межсезонье осуществляется на сутках с воздушной подушкой. Тоже есть такое видео. Можете посмотреть. Когда будет построен мост, я не знаю. Дальше Якутска до Магадана бывать не пришлось. Пока не получается. Не получилось. Не было такой возможности. Ну, я думаю, кто-то выложил видео и от Якутска до Магадана. По-моему, в мудро тысячи километров. Сама не было. В очень хорошем состоянии. В прошлом году подремонтировали ее, потому что были просадки на свадьбе. И это было очень неприятно для водителя, потому что разогнавшись там, многие летят с большой скоростью. Ну а что, трасса до горизонта прямая. В автомобиле практически нет, движение очень слабенькое. Не знаю, сейчас, если один автомобиль пройдет, двух автомобилей хорошо. А так движение очень слабое. Но опять-таки сами сможете посмотреть, в этом убедиться. Посмотреть, например, мое видео Хабаров с Мален. Это вот тоже, по-моему, весна или лето 2015 года. То есть видео достаточно свежие. Отправляясь зеной по этому маршруту, да и летом тоже я бы советовал не ехать без запасной канистры с топливом, потому что там инфраструктура слабо развита. И на заправках у меня был случай, когда не было топлива. Не было вообще... Был один из топлива, но не было бензина. А автомобиль был бензиновый двигатель. Вот и у меня была большая проблема. Так что, отправляясь, например, от Читы до Хабаровска, я бы рекомендовал, даже советовал, брать с собой канистру с длинным, там, здесь топливом. Ну, вообще, брать с собой запасное топливо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я ничего не понял, о чем они говорят. Причем на своем... Димидже. Просто... Я говорил, что у меня установлено на навигаторе две системы навигации. Навител и Айго-Трак. Значит, Айго-Трак это... Ну, Айго... У нее разные прошивки, называется по-разному. Например, у меня стояла Айго-Крима. Обновил карту. Называется Айго-Трак. Значит, это навигация для профессионалов, для большегрузов. Там нет той, как сказать, красивой картинки, как на Вителе, на котором домики, квадратики, разная фигня. На Айго указана вот эта белая линия маршрута. У меня, например, оранжевого цвета. И по мере появления на трассе с ДС, там, в отеле и так далее, они, ну, как и на Вителе, отражаются. Но за счет того, что нет излишней этой бижутерии информационной, процессор быстрее обновляет ситуацию, обстановку на дороге. То есть работает быстрее. На Вителе пока он прорисует все эти вот домики, квадратики. Так, кто-то стоит на трассе. Можно о тревоге говорить. И просто, наверное, притомился, остановился и отдохнул. Вчера, такой, по-моему, на 4-й серии, ДТП зафиксировал видеорегистратор. На пустом месте великолепушка врезалась в отбойник правой стороной. Пострадавших нет, но в автомобиль получил сильное повреждение. Ну, у девушки, правда, кровь была на руках. По всей вероятности, порезы. Но от помощи они отказались. Я иногда повторяюсь в своих комментариях, потому что, ну, я не уверен, что автотуристы, а то путешественники слышняком смотрят видео. Они просто протыкивают расстояние, да, знакомятся, например, с трассой. И комментарии могут пропустить. А они могут быть не лишними. Поэтому те, кто смотрит видео полностью, от начала до конца, не удивляйтесь, что я повторяю некоторые фрагменты. Это не от того, что старческий склероз. Ну, вот, уже еще съехал на обочину. Написано на во рту Огурец. Вот он здорово рисковал. Большой друг стоит на обочине, водил и меняет колесо. Огурец. Вот этот путь из второй Угурец. 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 Ангурец. Ис الب gravе. Угурец. Движение по трассе R-255 Движемся в сторону Кемерово, до Кемерово еще не доехали Навигатор настроен На финиш в Новосибирске Но я специально весь маршрут не забиваю с навигаторами Для того, чтобы оперативней работал процессор Просто такими кусочками небольшими По толторы по две тысячи километров Я вот зон обновляю Дальнобойщики предупредили, что под Кемерово работает машинка и БДД Посмотрим, насколько это соответствует Но пока никто не мигал фарами встречной машины Дорога проходит по пересеченной... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Дальнобойщики предупредили, что под Кемерово работает машинка и БДД Посмотрим, насколько это соответствует Но пока никто не мигал фарами встречной машины Дорога проходит по пересеченной местности В основном подъемы и спуски Друзей торгующих цепочками и першками на трассе пока не встречал Но я приготовился пообщаться с ними Купил на вокзале эти першки 80 рублей эти стоят Три штуки взял И еще два старых першня Ну то, что они мне втюхали лет пять тому назад И как сувенир таскаю с собой Да, меня тоже обули Должен сказать, что я не позарился Думал, на самом деле у людей беда там Проблемы Просто хотел им дать денег немного Списали, она просили Знаете, уже так взяли прочие першки на сиденье Ну, думаю, взял с ним Потом проехал С несколько километров Смотрю, снова такие же стоят Сразу понял, в чем дело С тех пор Стало их записывать Ну, не всех К сожалению Иногда подъезжаешь, начинаешь Беседовать с ними А потом послышишь Днем мое Камеру включил На запись поставить забыл Были интересные случаи Они и молитву мне читали И танцевали Намного чего интересного было Но, к сожалению Там, где они молитву читают Где-то есть у моих видео Прямо найти Для меня очень сложно Те, кто просматривает видео Полностью Они это могут увидеть Вот так искать специально Это Для меня проблематично Я не успел до конца Развестить видео России из окна поезда Из Сочи В Москву Остался один день Как появился Перегон Москва и Жевск Он у меня на внешнем жестком диске Но я его еще не обработал Там же у меня на диске Находится уже полностью Видео Жевск Нижевск Иркутск Емко Светлое Время суток Трое суток писал Тоже большой объем И видео информации Тоже нужно обрабатывать Размещать Но сейчас Дам Бог Доедем до Москвы Тоже объем информации Не маленький Просто не хватает Времени Для обработки Оперативного Размещения В Ютубе Как только Появляется Свободное Время День 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 Ден День Один День так что не сквердитесь если какое-то время я не появляюсь в интернете ну значит опять в какой-то поездке и опять снимаем на видеорегистратор и на и и и и и 15 канал пока молчит Пользуюсь электронной сигарой и газ Мощностью на 70 ватт Сменные аккумуляторы Покупал на Алибабе Когда у них было это 11-11 число Купил со скидкой 4 тысячи Аккумулятор Сменный Я не стал брать со встроенным аккумулятором Аккумулятор накроется Потом отдаваем ремонт А тут в конце концов Можно заведеть аккумулятор Тем более от автомобильного зарядного устройства Поставил на зарядку В течение часа-двух часов он зарядился Аккумулятор Объездной дороги вокруг Кемерово вроде бы нет, поэтому приходится через город. Но сегодня выходные. Я думаю, пробок не должно быть в городе. Долго поднимались, теперь пошел спуск. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Снова легко устанавливается. То есть покупать не готовую одежду, а приобретать отдельные элементы. У меня и нижнее белье с подогревом. Вот работал радар. Вот стоит гречняк. Сейчас будет представить, что налышил сквозь. Здравствуйте. Здравствуйте. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...